В этом проекте давно и дерево. У меня есть такой кусочек ничвид, немножко сейчас расскажу, как он формировался. И этот проект, я по сути дела сейчас, пока еще капитал поступает в проект, у меня очень много, и хочется, чтобы этот проект тоже был двигаться. Пока в этом садмиральской позиции был, хотя он все равно этот проект реализует, но хотелось бы его раньше. Вот сейчас несколько слов о самого проекта. У меня есть дедушка, именно есть, у нас 2 года. И вот у меня с ним, у меня все время срисовали вопросы про предки там, как они, чего. Вот, и даже много лет назад дедушка мне рисовал, чего, ну откуда. Он достаточно много родственников. Вот. Эти листочки лежали много времени. Вот. И потом, у меня все время бурлило, бурлило, что надо бы это как-то там оформить, как-то записать. Потому что там картошом на дефорировали бумаги. Вот. И потом мне как-то попалась программа Grams. Ну, для составления гипотеза. Я делал те данные, которые были на листочке, когда я их записал. Ну, там очень интересные некоторые отчеты. Вот. Он вот так потихонечку программу там заполнял, заполнял, заполнял. И вот два года назад прошло такое событие. Он у дедушки вспомнил в 90 лет. Ну, с его сынки там. Поехали, думаю, что же подарить дедушке в 90 лет? Ну, что подарить? Ну, ничего материального ничего не надо. То есть, ну, как? Я думал, ну, у меня тогда вспомнила вот эта запись, запись, что эта тема была важна. Я предложил ему, подумал, сделать ему открытую. Вот. Я сделал открытую. А противную открытую я... Идешь сюда? Угу. Угу. Офигеть. Это вот вторая релякция. Вот такую открытку я отправил дедушке. Я сам не смог поехать. Вот. Я сделал вот такой вот файл и поставил дедушку. Ну просто в типографии, если бы ему было быть, и напечатали. И они поставили обратную связь, что когда не печатали, они в типографии такие «вдорово», «вау». Интересная идея. Хотя казалось бы, что сейчас по интернету кончатся всякие предложения про родственников, спама. Думаю, люди как бы этим занимаются очень многим. Оказалось, что идея такая, в реальном любом воплощении, в таком качественном раме. Я и любимец. Вот. И что получилось там, когда помесили вот эту открытку, там в кафе отмечали юбилей. Практически потом была тоже видеозапись, я смотрел, и практически в каждом поздравлении, в каждом тосте была апелляция КТТ. Все родственники, ну, то есть это, ну, обсуждали здесь, да, там, началась там куча, там, какие-то претензии, там, рогидная фотография, вот, а почему там вот этого там нету, ну и так далее. Потом, вот сейчас постоянно висит у дедушки, там, на стене, и, там, приклеиваю фотографии свои, там, да, вот, дорисовываю, вот, и так далее. И это оказалось очень такой объединительной идеей для вот всех родственников. Вот. И я потом начал, ну, значит, запросы, ну, давай, ну, еще, я потом вот это сделал, ну, 10-го года, 20-го года, 60-го года, вот, 60-го лет. Вот. И тоже все в гости приходят, ну, подолго стоят, задают вопросы, где-то такое очень энергетическое оказалось. И потом я начал вот это смотреть, как бы это дело развивать, потому что, ну, в общем, просто так, одному поднять проект достаточно сложно. Возможно, какие-то инструменты, позволяющие включить вопросы. Вот. И тогда мне привыкся к идее, что нужно, вот, сейчас вы видите здесь всякие соцсети, и вот эта программа «Грамоса», да, которая, она позволяет генивить сайт. Вот. Ну, можно даже что-то давайте включить, чтобы представление было. Ну, генивить такой, достаточно, там, это, со мной сказано, невзрачный отрицательный, ну, в общем, база данных семейных. Кто там можно найти... По-моему, все согласно. Знаете, найти свою, если... свою фамилию там... По-моему, сайт уже сейчас работает? Сайт-это генивиться, да, это... ... через программу. По-моему, сайт-это генивиться, это просто не застал. По-моему... По-моему... Там вот, каждый может у себя найти. По-моему... По-моему... Вы видите там фотографии... Он сейчас загружается, да? Ну, я просто... Выбрал там, например, своего рода прадед, и там интересуется определенное дело. И, кстати, пока у нас берут там отчет, винили, выписывают все лакально. Строят там граф, то есть такая техническая информация, там высушить их вещей программа не позволяет делать. И отсюда возникает идея, что необходим сервис, где каждая семья может... Открыть, по сути дела, свой семейный портал, куда может какой-то модератор, например, семья будет назначена, генерить вот эту базу. Чтобы там был форум, где семья может другую пересылать эти фотографии. И генерация уже различных, можно разрабатывать различные вот такие шаблоны, деревья, чтобы это было не просто там вверх, да? Ну, чтобы вес не было... Порвалась? Нет, не было, а скользко пить. Прошу, давай. А можно снять? Нет, прошу. Порвалась. Порвалась. Прямо. Порвалась. 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 Идем. Красивое, красавчик, не так. Да. Ну чтобы вот так вот распечатать с таким качеством, где-то 200 мегабайт. А сколько стоит этот распечаток в таком случае? Это, по-моему, 500 рублей, что ли? Ну, то есть, это... Да побольше будет. А? А нулевой 500? Ну, я, по-моему, отдавал 500 рублей. Ну, по-моему, тысячу уже пускай. Да, теперь тысяча сейчас. Вот. Соответственно, вот генерация подобных, там, их можно разнообразить, там, рисовать, да? А когда кто генерировал эту программу? Нет. Значит, это как происходило? То есть, программа генерит графы. Вот. Генерит графы разные, допустим. Одно из... Варианций вот генерирование от разных графов. Да. А этот, ты заказывал, ты делаешь по фотошопу, да? Это в коре я делаю. А-а-а. Это кто-то много. Вот. Значит, ну вот, к примеру, это генеральная диаграмма. Вот тоже эта программа. Вот в таком вот виде. Может, я нажал от одного что-нибудь, да? Ага. Материальная диаграмма. Вот это красиво, да? Это вот мой четвертый сын. Вот. И от него построено это. Вот. Я и Вика, да. Да, да. Мы играли на генеральную диаграмму. И пошли. Поехали. А здесь, конечно, мы тебя как-то не закрепили. Да? А-а-а. Здесь это... Сначала, к примеру, да, как мы... Разбросали там, ну, как... Ну, что ли, здесь топологию сделают. Вот так просто. Там переплетение это. Отец восходит. Обкрасим. Надо, чтобы наша фамилия шла в посту. Понятно? Неosure здесь, не или Blue ли. Это ему делали. Здесь вот nuestro кто-то. Все, вот идет по столу. Ага. Хотя, вот эта л thinne диаграмма, вот седьмой, вот из семь поколений, но седьмое оно, по сути дела, уже вычисленное по отчеству. Да? Но, вот с help of и Василий появился. В седьмом поколении там делилось шестьдесят четыре человека. Офигеть! Седьмой это синенькая? Да, седьмой. А красненькая это что? Красненькая это вот сейчас, это мой сын Василий. Четвертый, да. А вот это вот, это вот, прав, 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 прав. Правильно, это вот, бьер-мегаграмма. Вот он вот такие вот тут. Что же круто! 64 человека должны были что-то сделать вообще в правильном направлении, чтобы человек появился. Сейчас. Ах, мне. А это за сколько я считал? За сколько я считал? Седьмой пока нет. Ну, сколько лет? Ну, это, не знаю, тысячи, это, да. Ну, начало, тысячи девятьсотых там. Всего-то. Сколько они руководили, получается, в девятнадцатом веке? Да. Ну, в конце лет, наверное. Сейчас я вспомню. Он нам рассказывал, что вы, у него, он деда, время Александра Кушкина, он был в правильном направлении. Кстати, он еще в правильном направлении в шестом поколении. Интересно. Так, и за все это правильное следующее? Да. В смысле следующее, что нужно делать, это национальности. По поводу робота и перчинки нужно делать? Нет. Нужно сделать, во-первых, такую сервис, где семья может открыть свое, там, дерево. Какие сервисы, в принципе, должны быть? Все, наверное, все страны, получается. Ну, может быть, они и есть. Знаешь, вот как это, вот сейчас, то, что делаем там в ЖКХ. Вроде и есть. Оба пользуются. Невозможные. Да. Ну, есть невозможные. То есть это такая... С такого-то точно там не генерится, да? Вот, то, что она делается, это значит такое ощущение, что ты кому-то отправляешь. Что ты не своей семьей это сделал, а что ты куда-то там управляешь. Ну, я знаю, я вижу, что у меня есть проблемы с их эффективностью, потому что, ну, народ с большой негодой персональной информации куда-то отправляет. И вот подобных отчетов, ну, я там нигде не видел, что можно было взять, вот, в таком формате распечатать, там, ну, в браузере то, что делаются, там, в генточке. Вот, и все. Потом, вот то, что решает там Facebook и так далее, вот это вот общение, ну, не такого широкого, а внутри семейного, чтобы можно было удобно пересывать данные, коды там, какие-то там... Так, пожалуйста, если есть Google, какой круг, пожалуйста, создавая круг, общаясь, интересного круга... Нет, понятно, смотри, общение, общение можно создать. Мы выходим за рамки этого негода, хочу сказать, да? Смотри, Google, Facebook, они позволяют это сообщество делать. Но там, если у нас нет вот этого до результата, не просто пообщались, а чтобы потом, после этого общения, смененный блок действий, получался результат. То есть, допустим, вот такая открытка, или дерево, заполнение базы данных, вложение в сфотографию, уже все форматы были определены, чтобы это было делать максимально просто. Потому что те средства, которые есть, ну, можно там приспосабливать, но это все... Я правильно тебя понял, что ты вот назвал себя адмиралом, подразумевая, что ты ищешь капитанов, то есть руководителя проекта, который бы вдохновился вот этой идеей? Ну, так как довести вот это вот то, что надо делать сайт, надо там вот это... Отслаживать, дорабатывать вот эти все методы, как это удобно, как это сообщество семейное там организовать, да, то есть все. Ну, там много деталей, которые нужно доработать, чтобы этот проект жил. Не так вот я прям на эти сервисе делал. Здесь, потому что дело скрывается в деталях, так вот, чтобы это сделать качественно, нужно определенное время. Поэтому, вот я сейчас как-то рассказываю, да, если этот проект вас заинтересует, я готов там идти на там все все эти наработки, которые есть у этого компонента. передать, рассказать, поддержать там... В общем, по мере силы, он участвует в этом проекте, да, вот. Но, я понимаю, что ближайшие там 2-3 года у меня было ценно, чтобы я сам проект довел. То, Михаил, если ты найдешь капитана, скажи мне, пожалуйста, потому что у нас есть одна программная платформа, которая очень сильно стыкуется с этим проектом. Ну, то есть я этот капитан тоже не потянул, у меня там нет участия. Но если ты найдешь капитана, то мы сможем усилить этот проект. Саша, поди опять на друг паре? Обязательно. Конечно, вот конкретно этот проект был на Зене написан. Ну, как бы... Это было еще до того, как мы приняли решение переходить на данную программу. Михаил, ну, на твой взгляд по ресурсам, по времени, да, то есть сколько необходимо капитана будет потратить на времени или на каких-то других ресурсах? Оценочные. Ну, знаешь, здесь где-то дело такое, что смотря какой капитал... Ну, примерно. Типа сколько, смотря какая цель... Часа. Несмотря какая цель ставится. Ну, если только этим заниматься... Но это будет коммерцией? Он будет коммерцией в формате? Ну, я считаю, что для того, чтобы нормально что-то там жило, определенная доля коммерции, то есть там должна быть часть бесплатная, вот, чтобы сюда люди заходили, и в некий платный барьер, да. То есть, допустим, вот какая-то подготовка различных вот этих вот шаглонов, там, это... Изготовление просто... Одна из узлов, как я считаю, вот, это должно быть генеральских открытых, разных форматов. Вот одна из... Заказываешь, что тебе там приходит в тубусе. Готовы. Различных там... Там в базе, ну, очень много, можно там... Истории семьи, там... Там разные отчеты. Семейный календарь. Вот один из отчетов, который программа там имеет. Семейный календарь. То есть, ну, это... День рождения там? Да. То есть, вот, представьте, заказать вот... Сейчас корпоративный давит календарь. Это календарь. А так вот вам для семьи изготовят календари, где все даты, события семьи. Ну, вот такой календарь. Ну, это же коммерческая вещь, коммерческая. То есть, его можно делать. А само составление вот этого... Генерация данных, это должно быть в целом. Вот, поэтому, ну, где-то там полгода, я считаю, так вот, для того, чтобы это уже работало. Хотя, тема бездомная тоже. Ну, здесь коммерческую идею надо вычеренить, как-то ее оформить. Все вот сайты, которые западные есть на эту тему, они коммерчески завязаны на следующей ситуации, что на поиски заинтересованные лица в наследстве или какие-то адвокаты, которые ищут наследников, они платят деньги за получение информации из таких сайтов. И получится, создается впечатление, что, когда ты там что-то оформляешь, с тебя выкачивают информацию, и потом ее перепродают. Вот такая бизнес-идея. Ну, да, это должна быть приятная. Ну, очень приятная. Не, просто здесь как раз должна быть другая идея. Вот это как раз формат идейной поддержки. То есть то, что ты сейчас проговорил, это была идея по поводу развития проекта. Так, хорошо? Ну, вот. Спасибо. Давайте поблагодарим Михаила. Спасибо.